21 августа в полицию поступило заявление от 59-летней Волгоградки. Женщина сообщила о безвестном исчезновении своего 29-летнего сына. В результате проведения комплекса оперативно-искных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно со следователем регионального управления Следственного комитета установили личность 36-летнего жителя Кировского района, причастного к исчезновению мужчины. По версии полицейских, в тот день пропавший уехал отдыхать на дачу к подозреваемому. Там во время распития спиртных напитков между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин дачи нанес гостю несколько ударов сначала кулаками по голове, а затем и ножевые ранения в область грудной клетки. Убедившись, что мужчина мертв, злоумышленник сбросил его тело в расположенное на участке бетонный колодец. 27 августа подозреваемый был задержан оперативниками. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В Новониколаевском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль Hyundai, движущийся из города Москвы. Поведение двоих пассажиров, жителей Московской области, вызвало подозрение у полицейских. И в ходе личного досмотра у обоих были обнаружены бумажный стакан и два полиэтиленовых пакета с веществами, которые, как впоследствии показала экспертиза, являются наркотическими. По данному факту проводится проверка. Подозреваемые доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. И снова мошенники лишают жителей региона денежных средств на банковских картах. Так, в Тракторозаводском районе 58-летней пенсионерке на телефон позвонил неизвестный и представился работником банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформленному кредиту и переводу денежных средств на безопасный счет, он похитил денежные средства в сумме 1 миллиона рублей. А в Центральном районе аналогичным способом 1 миллион рублей лишился 43-летний менеджер, поверив мошенникам и обналичив деньги со своей кредитной банковской карты. Полиция региона просит граждан быть предельно внимательными при общении с незнакомцами. Не позволяйте мошенникам себя обмануть.